МОТОРАДИО На самом деле, Саша, есть и третья категория, которая говорит, что у меня все хорошо, мне ничего не надо Но это самая смешная категория, которая, как правило, не знает, какой потенциал у их мотоцикла Ну, мы зарезервируем под них отдельную передачу Ну, а сегодня давай поговорим о тех, кто любит проехать медленно, показать свое красивое лицо, свой красивый мотоцикл Мы часто видим этих людей на фестивалях Harley Days и так далее И действительно, это целая группа, целая категория мотоциклистов, которые никуда особо не торопятся И для этого нужно, чтобы их мотоциклы умели ездить в таком режиме Прошу Ну, смотрите, значит, наверное, 90 или 80% владельцев Harley'ев любят ездить вальяжно То есть есть определенная стилистика, красивый мотоцикл большой Они, как правило, все большие и тяжелые Там крупные дядечки, которые, в общем-то, никуда не спешат Вот, как добиться того, чтобы вот на этом режиме у вас мотоцикл ехал так, как вам хотелось бы А какие вообще идеалы, в принципе, для такого режима должны быть достижимы? Какая-то вот устойчивость или какая-то... Вот что, чего нужно достичь, суметь? Ну, я бы сказал, что должна быть одинаковая тяга на низких оборотах и на средних, да? То есть, которые в этом случае используются Должен быть крутящий момент с пиком, ну, скажем, с максимальным показателем Где-нибудь в районе 3000 оборотов Это средний диапазон как раз Если представить себе, значит, что на 1000 оборотов у нас холостой ход А на 5700 оборотах у нас отсечка, да? То есть где-то серединка, крутящий момент должен быть на серединке И хорошо бы, чтобы у него... Чтобы он начинал расти где-нибудь с 1500-1700 оборотов Что-нибудь такое Тогда получится, чтобы мы только тронулись, отпустили сцепление Вот у нас там 1500 оборотов на двигателе, соответственно, крутит Мы в этот момент открываем ручку газа И имеем, значит, брутальный мощный тепловоз Который увлекает неизбежно нас вперед При этом особо не торопится Ну, при этом особо не торопится Но получается, что едешь немножко быстрее, чем все остальные И как этого достичь? Особенно как этого достичь в случаях, когда человек действительно много весит килограммов Таких мотоциклистов много у нас Наверное, для них это особо важно, чтобы тянул большой вес Ну, в общем, надо понимать, что помимо упитанного владельца мотоцикла Еще существует мотоцикл, который большей частью весит больше 300 килограмм Соответственно, мы сейчас приходим к вопросу, как достичь того, чтобы мотоцикл ехал сразу И чтобы под человека с созерцательным настроением сделать мотор, который бы его радовал Значит, я в этом случае стараюсь поговорить с человеком Залезть ему в голову и услышать, какие составляющие езды у него превалируют То ли это городская, то ли это трассовая Как он любит ездить Склонен ли мотоцикл по стилистике к пулянию Или он действительно спокойный И если действительно нужно делать спокойный Ну, простейший способ это просто подобрать распредвалы для этого двигателя Можно даже не увеличивая объем двигателя То есть подобрать распредвалы с нужной длительностью Которые будут эффективно работать на нижнем и среднем диапазоне И, соответственно, подразумеваем, что хороший выхлоп у человека уже есть Может быть, хороший ему воздушный фильтр поставить А выхлоп мы знаем, что большая часть людей покупает, исходя из аудиовосприятия Чтобы была тональность, чтобы был харлейный звук жирный Ну, вот суть такая Мастерская Пасмача Подбирается впуск, впускной воздушный фильтр, прошу прощения Выхлопная система должна быть приличная И распредвалы После этого мотоцикл заезжает на диностенд И, соответственно, под вот эту вот конфигурацию Доводится топливная карта Ну, не только топливная, но и воздушная Ну, не суть Короче говоря, настройки делаются под конкретную конфигурацию конкретного мотоцикла И в этом случае, если, конечно, чувак, который делал эти настройки Шарит в теме То, как правило, получается мотоцикл, который очень долго радует своего хозяина Ну, одного мы такого парня знаем, который в этом шарит, как ты выражаешься Ну, мастерскую Пасмача все знают Скажи, пожалуйста, а какие обращения к тебе случаются чаще? Спокойная езда или все-таки такие немножко отвязные люди? У меня разные обращения в разный годовой период То есть я люблю зимой делать какие-то задумчивые проекты Под задачи хозяев, да Ну, как бы там, большеобъемные Либо крутильные, либо тянульные, либо еще что-то Вот, допустим, вчера у меня забрали мурманские ребята Трайк, в котором я делал мотор У меня получилось снять 172 ньютон-метра крутящего момента С мотора 1.8 И у него там что-то при 3000 или 3150 Реализуется максимальный крутящий момент Ты бы пояснял бы в сравнении То есть что было до этого, ну, как-то, чтобы понятно было Понял Ну, дело в том, что как бы здесь применялся подход комплексный мотор То есть поскольку еще этот трайк утопленный был Я просто все потрохи из мотора выкинул и поставил другие То есть, ну, чтобы быть уверенным в том, что он будет довозить хозяев Откуда надо, куда надо Но при этом еще пулял нормально Вот В принципе, среднестатистический мотор на трайке Это где-то 130 ньютон-метров крутящего момента И порядка, наверное, 70 с чем-то Там чуть меньше 80 лошадей на заднем колесе Ты почти треть добавил, да? Или четверть, как минимум, да? Ну, у меня получается добавлять до 40% Это в лучших проектах, скажем так Здесь у меня получилось 96 лошадей на задних колесах у трайка Но задачу снять максимальную мощность я не ставил Я ставил задачу сделать максимальный момент То есть максимально тянульный Вот Ну, 96 лошадей на тележке Это инвалидки Это, в общем-то, очень приличный показатель Ну, возвращаясь к вопросу, кто чаще все-таки обращается по стилистике езды? Ну, как бы ушел я немножко в дебри Но суть в том, что вот зимой мы делаем какие-то проекты, которые требуют творчества Раздумывания, подбора, пробы разные и прочего А лето – это время, когда все катаются То есть здесь какие-то простые вещи Именно апгрейды по выхлопной системе, по впуску и по распредвалам Это в основном идет То есть, наверное, процентов 70 или 60 у меня именно таких вот клиентов Которые хотят добавить характеристик в каком-то конкретном диапазоне, где им нравится ездить И, соответственно, мы это реализуем То есть мы подбираем распредвалы, впуск-выпуск, настраиваем на стенде Человек уезжает, потом пишут счастливые ватсапки Ну, а если мы говорим ведь преимущественно о Харли Дэвидсон, да? О твоем профиле То получается, что харлиисты все-таки скорее спокойно ездящие мотоциклисты, чем безбашенно? Дело мутное, на самом деле Я думаю, что где-то в пропорции 1 к 3 что-нибудь такое То есть примерно получается, что, наверное, 2 трети ездят Относительно спокойно А где-то 1 треть любит позажигать Слава, на сегодня все, наверное Спасибо тебе большое за увлекательный рассказ Предлагаю в следующей программе, в следующем выпуске Передачи с твоим участием Как раз поговорить немного о тех, кто любит ездить быстро Большое спасибо и до новых встреч Да, всего хорошего, счастливо Очень легко найти в интернете, в гугл-картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова